хочется назвать это видео не для протокола вот не для протокола у нас с непротокольным лицом сидит скажите чего и пиццу кушаем ну мы пиццу кушаем потому что потому что мне очень захотелось как-то вот прийти к вам вот как все это делаю да папа взрослому же сразу работающий человек принес как бы от щедрот хорошо как она работает ну я же на самом деле давно уже работаю просто я вот все никогда идти не могла у меня же это первое ощущение все прошли мне очень не очень нравится моя компания что-то больше всего там привлекает вот то что вы среди людей нравится что это американская компания у меня нет я не не россия скажешь но у меня нет никаких других людей только американцы вот девочка индуска очень хорошие то есть и русской речи не слышу вы выросли в английском конечно а ковать такой домой приходишь от видишь муж и хочет что-то сказать по-русски выходит по английски но на самом деле я когда писала первые репорты я писал полтора часа буквально я то есть я лазила я искала я хотела быть сейчас рука на меня конечно но все уже очень быстро да дальше уже какие-то там да есть ощущение что вы уже как-то на рельсах так сказать пошел конечно нет я так вы знаете меня я немножко боюсь а вдруг еще но на самом деле есть не здорово ваш мальчик вот я сожалею что его нет вот я хотел его заснять но он как говорит про маму он уже привык что я ухожу каждый день ну а так он ждет денюжки гриста же патчет денежки на конфетки на машинке денежки скажи по-честному вообще верила ли ты что это произойдет ну в какой-то момент я вообще отключила себя и вот стала просто то есть просто только слушать то уж меня были моменты вы знаете что я в каком-то таком прибитом состоянии я отключила себя вообще и только вот дело что говорят и все все только так вот делал это это дать мне напоминает когда когда в саванне пожар и вот все звери бегут к воде и там тигр не ест антилопу то есть это вот такие survival skills то есть вы тоже попали вот так как бы такую экстремальную ситуацию и все инстинкты у вас куда-то значит там то есть как я говорю у каждого из а я компания но мне кажется вообще я очень долго думала это софия так специально знала что такое подойдет она случайно это сделала потому что это чудо то есть этого я знала потому что я видела что у тебя резюме я искала для тебя то что там в чем-то мы чистое что там произошло она занималась полиграфии я помню нет но она редактированием занималась она в общем там была в этой среде а компания чем занимается на расскажет там просто получается так что я на самом деле вот и формат из файлов и которыми я работаю и что-то еще это очень все сходно я когда зашла на эту компанию мне казалось что я и я всегда из работала у меня было ощущение я еще вы камни с ларисой что это я не в американской компании как дома то есть я там очень хорошо чувствую я делаю то что мне приехала в америку наконец давайте мы спросим у супруга как на нем отразились производственные успехи молодец супруга но вы как считали что получится не получится нет я никогда не сомневался что не подражаться мы не ожидали что будет легко не ожидали ну было и нелегко собственно говоря но вот нелегко но больше с языком было связано или еще с чем первое в первую очередь это проблемные дотации это самое главное и естественно связаны с ними язык да да все остальное все остальное можно нарастить но как бы сама технической части и не смутил нету нога рано вот и сфере как бы себя хорошо чувствую но отлично отлично софия скажите какое-то такое слово рапусте я очень рада потому что я немножечко переживала я видела как олечка была down и мне в один прекрасный показал что она вообще не верит что что-то получится потому что она ходила на интервью и я надумала я просто когда он позвонил с этой компании я поняла и когда ее интервью или до этого я сказала что эта девочка имеет этот экспириенс и что и это the best place что это самое лучшее место для нее потому что это будет можно сказать ну соответствие всем вы как-то ее там в бэкграунде проталкивали или они просто не поговорили но они с ней поговорили но девочка которая интервью ровала она тоже в общем-то она румынка да она румынка она одна она стала кей менеджер и она прошла тоже эту школу я и туда отправила на интерншип и она стала менеджером я помню то есть вы ей сказали ты помнишь как тебя запихивали ну-ка бери олю зачем же вы это так говорить американцы не дураки они если тебе платят доллар они видят что ты им делаешь три я поэтому она заслуживает наверное даже больше чем ей платят я не сомневаюсь но даже не в деньгах я хочу сказать что на самом деле очень важно бывает чуть-чуть подпихнуть вот у нас было много очень когда кого-то вот не брали и софия говорит ты что да ты возьми да ты попробуй 1 секунде которую я провела здесь я очень рада что я нашла много очень хороших людей оленька давайте о негативе расскажите как я вас как я вас пугал не вы меня боялись расскажите я не могу забываю русский а вот негатив люди ждут негатива но не было у меня такого не как не было я что-то боялась у меня там что-то было негативом но вы страдали внутренние я страдал он такой позитивный мне кажется и положительный он приходил он говорит как тут моя жена как у нее успех это он меня застал он удивлялся почему это как-то медленно он не мог поверить что у меня так трудно с языком я хочу сделать через две недели вернусь тут с ретрита с 1 2 недели буду на овощах после 11 июля оля придет и я думаю уже еще просунувшись на овощах и фруктах сказал если у меня получится может быть вы тогда тоже пойдете на овощи вы будете злой будете всегда голодный как же голодность на овощах спасибо я пойду там расчищена ведет